Итак, что касается официальных настроек, здесь ни в коем случае не нужно на них ориентироваться, честно говоря, они составлены просто совершенно безграмотным, некомпетентным человеком, который не имеет ни малейшего представления о том, как работает кодировщик. Даже элементарная здесь такая галочка как Rescale Output, она здесь никогда не ставится, все манипуляции по перемасштабированию выполняются в разделе видео, иначе не будет работать фильтр масштабирования, там метод лансоши, бикубический и так далее. Но самое главное вишенка на торте это настройки для кодировщика на видеокартах Redon, обратите внимание, здесь указан энкодер AMD Hardware H.264, все верно, он же кодировщик Advanced Media Framework, и указаны настройки для видеокарты NVIDIA, то есть это настройки для кодировщика MVNC, то есть там в принципе такого нет вообще на кодировщике Redon, это настройки для другой видеокарты. Так что просто забудьте то, что здесь написано, и не ссылайтесь, разумеется, на видеоролики других авторов, которые ссылаются на данные статьи. Поэтому давайте продемонстрируем наиболее оптимальные настройки кодировщика, потому что я тщательно проанализировал данную платформу, неоднократно тоже задавали вопросы по поводу платформы на форуме OBS, я тоже отвечал на эту тему, так что мне хорошо известно изнутри, как она работает, и у меня есть все необходимые инструменты для того, чтобы все это дело было проверить. Итак, во-первых, если вы будете стримить непосредственно через OBS, то это файл настройки и трансляции, здесь выбираем настраиваемый, пока что на текущий момент здесь не добавлена платформа KIK, возможно в более поздних версиях OBS, здесь вы можете указать «показать все» и найти платформу KIK. В данной версии OBS текущая, она здесь отсутствует, данная платформа. Итак, сервер и ключ потока. Разумеется, здесь вы просто переходите на свой канал на сайте KIK и здесь кликайте на свою иконку «Панель управления автора», «Настройки», «Ключ трансляции» и копируете эти данные URL трансляции. Разумеется, вставляете в сервер и ключ потока, то же самое, ключ потока, здесь нажимаете «Копировать» и сюда, ну просто все удаляете и «Контрол В», то есть «Заменой». Нажимаете «Применить». Теперь приходим непосредственно к настройкам энкодера, к настройкам кодировщика для того, чтобы получить высокое качество картинки. Во-первых, это кодировщик NVIDIA NVNC, доступный на видеокартах NVIDIA. Если есть возможность, если вы обладатель видеокарты NVIDIA, разумеется, выбирайте именно его. Здесь, разумеется, галочка «Масштабировать вывод» ставить ни в коем случае не нужно. Это все в разделе «Выводы», потом в последующем указывается. Итак, управление битрейта CBR, исключительно только, постоянно битрейт. Максимальный битрейт, просто для сведения, который возможен в рамках проведения трансляции на Кик, составляет 9000 кбит в секунду. И ни в коем случае превышать его не нужно, иначе просто трансляция будет постоянно переподключаться, либо, как следствие, негативный момент будет буферизация на трансляции. Но 9000 – это максимальное значение, то, которое вы можете указать, вне зависимости от того, что будет указано в разделе для аудио. То есть здесь вы можете указать даже 320 кбит в секунду, но рекомендую для Кик оставить по умолчанию 160. Что касается для большинства пользователей, вероятнее всего, вы будете, конечно же, рестримить на платформу Кик. Так что битрейт, который подойдет для большинства платформ, там, Twitch, Trovo, это будет 8000 кбит в секунду, поэтому именно его я могу рекомендовать для большинства пользователей – 8000. Интервал кучевых кадров здесь сам Кик рекомендует указывать 1 секунду, но я не рекомендую это делать, потому что ключевой кадр в таком случае будет кодироваться слишком часто, то есть каждую секунду, что значительно увеличивает требования к битрейта. То есть большая часть доступного битрейта будет тратиться на кодирование ключевого кадра. В особенности это крайне неактуально для нединамичного типа контента. Поэтому 2 секунды – это наиболее оптимальное значение для динамичного типа контента, например, для стрима тех же самых шутеров, и 4 секунды – это для нединамичного типа контента. Например, это какие-либо экшен-рпг игры, дота, платформеры, либо это разговорный стрим, то есть 4 секунды, за счет этого качество картинки даже улучшится, потому что больше битрейта будет выделяться динамичным кадром. Что касается пресета, я рекомендую, разумеется, выставлять пресет P5 по умолчанию, то есть это тот пресет, который рекомендуется непосредственно Nvidia, согласно таблице миграции, то есть технической документации, и данный пресет подойдет вне зависимости от видеокарты, которую вы используете и разрешения. Регулировка здесь, разумеется, выставляете высокое качество, особое значение это не имеет, потому что те настройки, которые будут в дальнейшем указаны, они просто переопределят то, за что отвечает, грубо говоря, параметр регулировка, поэтому ставьте смело высокое качество. Многопроходной режим я рекомендую указывать четвертые разрешения, это наиболее рационально с точки зрения качества производительности, но в принципе вы можете также указать и полное разрешение, а в этом случае просто немного, вообще незначительно улучшится качество картинки в рамках определенных кадров. Чисто визуально вы даже это не заметите, но это чуть более требовательный, то есть менее производительный именно режим, поэтому четвертые разрешения являются наилучшим выбором. Профиль, разумеется, выбираем только High, таким образом это влияет тоже на качество картинки, и при профиле High будет использовано больше алгоритмов для сжатия видео, что напрямую влияет на качество картинки. А профиль Main, он больше рассчитан для того, чтобы трансляцию могли смотреть на более старых устройствах, то есть низкой вычислительной мощностью. Ну, например, тот же самый iPhone 4, он не поддерживает High профиль. Если вы хотите, чтобы пул как раз именно зрителей, да, потенциально понимаете то, что будут смотреть вас на очень старых устройствах, то можете указать профиль Main. Но в целом это уже особого смысла не имеет, и я рекомендую указывать профиль High, потому что это, разумеется, более оправдано с точки зрения качества. При догадывании галочку ставить не нужно, психовизуальную корректировку обязательно ставьте эту галочку, таким образом качество картинки в динамике станет лучше. Если быть более точно, сократится количество блочностей за счет перераспределения битрейта из более текстурированных областей в более плоские. Дальше максимальное количество бикадров здесь ставьте 2, это наиболее оптимальное значение вне зависимости от типа контента, который вы стримите. 2 бикадра. Что касается X264, я не рекомендую его использовать, но только если у вас просто нет каких-либо других вариантов, то придется его указать, потому что это программный кодировщик, который будет использовать ресурсы центрального процессора для кодирования видео. То есть вместо того, чтобы ресурсы центрального процессора были направлены непосредственно только на ту игру, в которую вы играете, процессору придется балансировать между кодированием видео и игрой. Таким образом, выбор X264 может негативно влиять как на производительность игры, в которую вы играете и стримите, так и на input lag. То есть это отзывчивость управления, она станет хуже. Здесь тоже самое по аналогии, настройки будут выглядеть следующим образом. Что нас здесь действительно интересует, это предустановка, он же пресет. Я рекомендую начать именно с пресета VeryFast. Здесь вам придется подобрать пресет в зависимости от вашего центрального процессора, от его производительности и количества ядер. И то, разумеется, насколько он современный, его архитектура. В VeryFast он предоставляет приемлемое качество картинки. Но в идеале, конечно же, перешагнуть здесь вот такой вот рубеж, грубо говоря, такая градация идет. То, что faster, он предоставит качество картинки уже действительно лучше. И дальше следующий уже шаг, который предоставит качество картинки еще лучше, это пресет Medium. Но для пресета Medium вам потребуется современный 16-либо вообще 24-ядерный процессор, для того, чтобы, опять же, все работало хорошо и не было прям какого-либо существенного влияния на FPS в играх. Профиль, разумеется, High. Настройку здесь никакую ни в коем случае ставить не нужно, потому что это будет влиять непосредственно на настройки энкодера и может только негативно отразиться на качество картинки. И дополнительные настройки энкодера я рекомендую указать все, которые будут находиться в описании под видео. Эти настройки немного улучшат качество картинки, но самое важное, значительно уменьшат нагрузку на центральный процессор. За счет того, что здесь в основном просто отключены бикадры. Это оправданная жертва, но таким образом нагрузка на CPU действительно станет значительно ниже. На самом деле, это довольно эксклюзивные настройки, которые были мною тщательно протестированы, подобраны. Единственное, что вам здесь вполне возможно потребуется поменять, это отключить вот этот параметр, просто его удалить, если вы стримите нединамичные игры. То есть, это степень адаптивного квантования. Просто здесь вы ее отключаете, а назад там чуть побольше. Что касается кодировщика AMD Hardware H.264, то есть на видеокартах Redon, к сожалению, у меня нет возможности сейчас показать, потому что у меня на втором, пока, разумеется, это видеокарта, и то она довольно устаревшая RX 570. Но в целом настройки будут выглядеть следующим образом. Здесь единственное, что вам следует понимать, если у вас действительно старая видеокарта на архитектуре Polaris, то есть это RX 570, 580, то есть не RX 5000-6000 серии, то здесь вам при установке потребуется выбрать баланс, иначе у вас могут возникнуть перегрузы кодировщика. Выбирайте здесь при установке, разумеется, баланс. А если у вас современная видеокарта Redon, то есть RX 5000 и в особенности 6000 серии, здесь вы можете переключиться на предустановку качества. Еще дополнительно укажите здесь максимум бикадров 1 бикадр. Единственный параметр, который вам дополнительно еще потребуется, прописается для RX 5000-7000 серии, это включение High Motion Quality Boost, что уменьшит количество блочностей в динамике, и вот этот параметр, он на самом деле даже вообще не обязателен. И теперь один из наиболее важных параметров в этом раздел видео. Здесь вам следует понимать то, что не нужно для платформы KIK указывать разрешение выше, чем Full HD, потому что на KIK достаточно строго регламентированные значения для битрейта, для разрешения, иначе будут проблемы как раз именно с воспроизведением, с трансляцией самой. Так что не выше, чем Full HD. На KIK есть один важный технический момент, который необходимо всем понимать, то что сервера платформы не будут транскодировать исходный видеопоток. То есть зрители получат такое же качество картинки, если бы вы, например, указали вот эти те же самые настройки, не важно, что там для Invenco, что для X264, для записи. То есть вы указываете те же самые настройки для записи, и зрители получают абсолютно такое же качество картинки, но на трансляции. То есть исходная видеодорожка, видеопоток, он не будет обработан, но он не будет сжат дополнительно, как это происходит на платформе, той же самой Trovo, либо на YouTube. Таким образом, при трансляции на KIK имеет смысл указывать кастомное разрешение, то есть ниже, чем Full HD, например, 936p, 900p и 864p, то есть это 1536 на 864, что позволит улучшить качество картинки за счет экономии битрейта. То есть в особенности это будет актуально для шутеров. То же самое, как и на Twitch. То есть здесь вы просто так и прописываете. Например, если вы стримите тот же самый шутер 1664x936, то есть качество картинки станет лучше за счет экономии битрейта, но это в большей степени будет актуально, если вы стримите непосредственно только на KIK. Если вы стримите на несколько платформ одновременно, то есть Pool это Trovo, Twitch, там ВК, даже вполне возможно KIK, то здесь вам придется указывать Full HD, чтобы все везде работало хорошо. Опять же, это для динамичного типа контента имеет смысл уменьшить разрешение, чтобы получить более высокую степень детализации картинки. А для нединамичного типа контента оставляйте Full HD. Вот и все, для того, чтобы картинка была более четкой. Но то, что вам действительно всегда следует избегать, это разрешение при трансляции на KIK 1280x720, то есть это 720p. Вот как раз именно с этого разрешения, если вы его укажете, платформа KIK сожмет повторно вашу трансляцию, то есть это будет так называемое транскодирование для данного разрешения. И то, что вы здесь указали, например, там в разделе вывода, битрейт 8000 кг в секунду, по факту его не будет. И вот эти все настройки, они особо не будут иметь никакого значения. Фактически битрейт будет составлять вот в районе там 3000 кг в секунду, ну и настройки кодировщика будут достаточно низкого качества указаны здесь. Так что еще раз подчеркну, разрешение 720p при трансляции на KIK вам его следует избегать. Нужно указывать разрешение выше. И если все же вы будете указывать другое выходное разрешение, которое отличается от базового, то я рекомендую указывать фильтр масштабирования, здесь еще дополнительно, бикубический. То есть он наиболее оптимален и обеспечивает как раз именно улучшение четкости картинки. То есть меньше будет проявляться так называемый алиасинг, вот эти вот лесенки на кромке. Но при этом они не будут чересчур резкие, как это происходит при методе Уансиша. И дополнительный счет частота кадров тоже имеет смысл уменьшать частоту кадров, если вы стримите на KIK. Для того, чтобы сэкономить битрейт, таким образом качество картинки станет лучше. То есть количество кадров станет меньше, битрейты выделяются столько же, поэтому качество станет лучше. В общем здесь 30 кадров в секунду я рекомендую указывать прям для крайне нединамичного контента. Здесь по желанию, то есть это какие-либо стратегии, например, карточные игры, либо это разговорная трансляция. Просто негативный момент будет это потеря плавности. А для шутеров, например, тех же самых и любого другого типа контента, где есть какая-либо динамика, то есть например те же самые экшен-рпг, я рекомендую по-прежнему оставлять 60 кадров в секунду, чтобы картинку было просто более приятнее смотреть, она была более плавная. Что касается рестрима, я рекомендую использовать платформу StreamV, если что, ссылка на нее будет находиться в описании. И здесь вы нажимаете добавить, каналы добавить, и здесь присутствует как раз именно платформа KIK, она добавлена. Кликайте на нее, название канала, адрес сервера, ключ, я думаю вы уже знаете где это все указать, либо здесь можете также указать другой RTMP сервер, здесь по желанию. И после того, как это указали, соответственно в каналах здесь включайте ползунок, чтобы трансляция шла непосредственно на платформу KIK. И здесь в настройках вы указываете как раз именно, ну копируете отсюда данные, это если, в особенности если вы проживаете за Уралом, присутствует сервер в Новосибирске, то есть это очень хорошо, по той причине то, что StreamV будет служить своего рода ретранслятором, то есть вы будете стримить только на Новосибирск, а все другие как бы расходы, да, по доставке медиа контента, будет на себя брать именно платформа StreamV, то есть их сервера. Поэтому если у вас например там плохой интернет достаточно, например какие-то пропуски кадров, то у вас StreamV идеально подходит для того, чтобы это все дело пофиксить. Все, во всех остальных случаях, если вы проживаете в центральном регионе России, указываете либо Москва, либо Германия. Все, копируете эти данные, ну и соответственно в раздел трансляции вы вставляете ключ тот же самый, вот он присутствует. На этом пожалуй все, если какие-то вопросы возникнут, пишите в комментариях, также не забудьте поддержать видео лайком, это действительно имеет значение, для продвижения видеоролика. Все, всем удачных стримов, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok